Всем привет! Мы с Иришкой решили сейчас вам показать, как мы вообще работаем. На примере Ирининой трансформации вы сейчас посмотрите, как мы переводим внешний мир, что он нам сигналит, на внутренний. То есть то, что мы сейчас будем делать, это называется разговор со своей душой. Мы сейчас возьмем рандомно, опишем ситуацию, которая, допустим, произошла на днях. Ну вот мы ее уже описали, вот что случилось на днях. Много. Ну это сейчас быстрее, да. Я буду переводить, что говорит ей душа для нее, да, какие здесь уроки, какой опыт, и что она сама себе через этот мир, через эти ситуации, через этих людей пытается сказать. Вот. Я просто много говорить и объяснять не буду, что вот мы переводим мир на себя, переводим на чувства, что он там транслирует. Мы все это понимаем, но так это на практике. Вот. Я предлагаю сейчас Ирине, вот она написала ситуацию, что с ней произошло. Я ей говорю, давай ты будешь сейчас читать по абзацам, я буду переводить, что говорит тебе душа. И в итоге она поймет, зачем она сама к себе, через других людей пришла и прямым текстом, что она себе сказала. Мы пока это писали вообще, мы остались в шоке. Просто у меня, да, два дня назад была такая ситуация, мне очень хорошая, и Нелли сказала, так, все, не хочу ничего слышать, села, выписала ситуацию, и потом сиди, я пошла, говорит, и опиши свои чувства об этой ситуации. Вот. Ну и я села и начала просто выписывать, но вчера мы много мусора разгребали. Да, кстати. Тоже к этому, да. В новую квартиру. В новую квартиру разгребать мусор. В новую квартиру это то же самое, что старое сделать по-новому. В новую квартиру разгребать мусор. Прикольно. Смотрите, в двух словах. Ситуация такая. Ирине нужны были деньги. У нее есть разные источники доходов. Есть отношения с разными друзьями, мужчинами, с которыми она там по 20 лет уже дружит, да? Вот. И так получилось, что всем мужчинам она написала там свои вопросы, проявилась. Она с ними в течение 20 лет постоянно списывается, видится, общается. Ну, друзья. Ну, мы не вне. Видимся мы не так уж. Не так часто. Уже давно не виделись. Ну, вот недавно ты с одним виделась, допустим. Не обесценивать, буквально с ним виделась. Ладно, это не важно. Смысл такой, что она им написала, кое-что попросила, но в итоге от всех получила отказ. Все, что она хотела сделать, она просто не понимала. Хотя до Нового года мне сказали 100%. Блин, 100% это будет. Ну, вот давай, читай. В общем, началось с того, что первому мужику она пишет. Привет, мне нужна твоя помощь. И пишет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Мне нужна твоя помощь. На что он отвечает? И вот ты начала писать. Да, он пишет. А я буду переводить. Извини, дорогая, я не ответил и не подтвердил, потому что очень занят консультациями и врачами. Сканирование. Ну, это по поводу его болезни там, по больницам уходит. Да ладно. Я не думаю, что буду доступен в это время в Египте. Еще? Ну, хотя бы в двух словах, о чем речь? О чем речь? Мне нужно было выехать в феврале. Мне нужно было выехать на несколько дней. Ну, я думала, в Россию выехать или в Египет. Пересидеть время маленькое, там, недельку, пять дней. И опять въехать в Турцию. Чтобы не нарушать здесь визовый режим. Вот. И я думала съездить туда, в Египет, на несколько дней. Потому что здесь очень рядом. Вместе с другом. Да, и вернуться. Который, я и обещала с ней съездить, да? Нет, он там живет. А, там живет. Да, он там живет. Но мы не виделись очень давно. Но я ему до этого писала, и он такой, да, 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 вроде как все. Приезжай. Да, приезжай. Вот. И я написала, и он мне не отвечал. Тут мне отвечают, что, извини, дорогая, я не ответил и не подтвердил. Ну, не подтвердил, что я не могу. Меня не будет в этот момент. Не могу я. Потому что очень занят консультациями и врачами сканированием. Он ходит по врачам, обследование. Да, у него там что-то со здоровьем. Я не думаю, что буду доступен в это время в Египте. Именно в этот период, когда мне нужно будет приехать туда. Читай дальше. Так же со мной мой сын. То есть сын учится, по-моему, в Лондоне. И, ну, взрослый сын. И учится в Лондоне. Но на данный момент, вот он пишет. Так же со мной мой сын. Дальше читай. Так же я не уверен, что смогу отправить вам деньги. Как раньше. Здесь в Египте большой экономический… Кризис проблемы. Здесь в Египте большой экономический… Большие экономические проблемы. Да, большие экономические проблемы. банки и банки прекратили переводить прекратили переводы за границу за пределы египта и даже и даже использовали исходные карты кредитные карты только тогда серыми чернилами теперь только тогда когда вы путешествуете с очень небольшими деньгами то есть когда видите 17 октября он не прислал новости 17 октября там запретили банки пересылать за границу большие суммы денег другие страны и им на карту чтобы у них на карте если они едут путешествовать то были были небольшие средства на их карта я слова слова перевожу я теперь что делаю я заменяю все он ты она всех людей на я то есть что душа ей через это письмо говорит она сама себе это говорит я извиняюсь перед собой за то что не уделила себе внимание то есть он пишет извини дорогая я не ответил и не подтвердил потому что очень занят то есть я извиняюсь перед собой за то что я не уделила себе внимание я занята поисками а он-то по врачам бегать поисками сигналов тела чтобы их уничтожить что такое сигнал тела болезнь говорит с нами о чем-то а врачи обычно что делают находят эти сигналы тела да и таблетками их уничтожают чтобы мы не чувствовали боль мы не чувствовали я не думаю что я буду для себя доступна в период обнуление в период обнуления почему я так сказала обнуление потому что для меня что мне надо было оттуда отсюда выехать из турции да ну обнулить здесь обнулить слово египет я заменила словом обнуление потому что мы думали что для нее поездка в египет это обнулить оверстей то есть обнулить старые визовые дни чтобы все было в порядке она выехала страны опять на решила без нарушений да и визовые дни заново по счетчику с нуля считались то есть можно находиться сколько 60 дней вот 90 дней и 60 дней вот беспрерывно потом выехать полу 5 месяц можно 30 дней находиться вот и тут в общем я пишу я не думаю что я буду сама для себя доступна в период обнуления чтобы вернуться в какое-то там старое свое место потому что мне мешает мой внутренний ребенок там же он писал что я буду сыном типа как с тобой встречусь а внутренний ребенок это любознательность интерес в каких-то действиях что-то делать по-новому то есть я не уверена что я могу дать себе каких-то перемен как раньше здесь в период он типа как раньше отсылал деньги да да здесь период обнуления обнуление слишком большие перемены которые я не могу вывести да не могу вобрать это сделать слишком большие для меня и в долг я прекращаю делать перемену за пределы периода обнуления то есть я получается так как у меня сейчас период обнуления то есть старая уже перестает работать надо что-то делать по новому это слишком большие для меня перемены и поэтому я не хочу на себя смотреть уделять себе внимание потому что мне блин страшно большие перемены я не могу сейчас в этих переменах в огромных ну как бы даже пойти в эти перемены то есть для меня обнуление слишком страшно да можно так сказать а маленькие перемены они не дают результата но поэтому смысл тебе и маленьких денег не дам даже 50 евро не вышлю потому что ну как бы толку от них для больших деньги равно перемены поэтому мы тут про перемены говорим да вот и деньги это чувство перемены поэтому она боится дать себе больших перемен и маленьких не дают потому что от них эффективности нет то есть она на месте застряла у нее сейчас период трансформации период когда старый завершается мы сейчас вошли в новую эру входим у нас сейчас этот кто ушел плутон но он из тебя ушел из козерога меня входит завтра 21 я уже завтра в общем она душа ее сама перед собой извиняется говорит извини что я не уделяю себе внимание я занята поисками сигналов какие же перемены идти но не иду то что слишком много перемен слишком большие перемены слишком резкие перемены поэтому посижу я короче и пока не буду ничего делать давай что там дальше так что тут ну все что экономики так что тут вся ситуация сумасшедшая надо давать читать дальше но позвольте мне попробовать но позвольте мне попробовать посмотреть смогу ли я отправить вам деньги дальше я знаю что мне очень жаль но это действительно не в моих руках ты меня знаешь вот считаем так я израсходовала использовала все свои возможности и перемены которые могла себе дать и мой лимит перемен как бы иссяк я создаю сумасшедшие ситуации не думая то есть как он сказал сумасшедшие это с ума сошедшие то есть сошедшие с ума то есть я создаю ситуации бездумно без ума то есть не думая и они слишком огромны слишком большие то есть бездумно создаю и не понимаем вообще ничего но я могу позволить себе подумать над переменами и дать себе этих перемен подумать могу а вот делать не могу то есть подумать могу мне очень себя жалко но ответственность я переложила так как я себя себя знаю вот он пишет ну я знаю что мне очень жаль но это действительно не в моих руках ну переложила ответственность ты меня ты же меня знаешь типа что я не вру да да то есть ей душа говорит я конечно могу подумать я конечно могу посмотреть в это но пойти в эти перемены нет не хоть и себя и жалко да но ответственность я уже переложила на мирность я-то себя знаю что я могу сделать переложу к ответственность то есть это побыть позиции жертвы то есть у него сейчас идут глобальные перемены она пока наблюдает эти перемены в маленькие уже эти не хочет большие не потянет по старому не может в новое еще не понимают как эти вот то есть у нее сейчас просто период трансформации это надо принять и кайфануть от этого блин у нее просто сейчас период трансформации расслабиться идем дальше принять принять хочу еще делать принять мы сейчас тут дойдем давай там дальше все а потом ты говоришь ну описать моими чувствами эту ситуацию что ты чувствуешь да вот я начала описывать что он прикрывается своей своей болезнью и сыном ситуации стране что когда что когда увидел возможность что я могу получить деньги то нашлись причины их не отсылать только то война кризис и так далее хотя до этого говорил и обещал выслать денег и приехать лично увидеться девочка которая там живет подружка мая девочка да девочка которая там живет сказала что все там хорошо всех ну как все нормально ситуация там нормальная просто он не хочет тебе денег высылать вот вопрос вопрос зачем обещать обещать да это я вот так писала тут твои серые ручки где этот вопрос вот он вопрос на вопрос зачем обещать да зачем обещать так прикрывался болезнью мамой болезни мама да ну потом поэтому не выслал денег теперь мама его умерла и все равно не высылали какой он блин подлец петрушка такой и револю свои болезни усилим то у него мама болела теперь умерла теперь у него у него болезнь то война еще не открывается и роду о чем это мне ну вот переводим душа ты сама себе говоришь твоя душа тебе говорит уму твоему говорит что у давай помоги перевести я сейчас вышла как твой ум в наилю переселился и сейчас рассказывать так сейчас не открывается своей болезни это мы где-то остановились я прикрываюсь и ищу причину не идти в перемены деньги на перемены то есть я сама прикрываюсь и ищу причину не идти в перемены из-за сигналов которые себе подаю что я иду не туда то есть мы просто же дословно переводили я просто буду как-то расшифровывать ищу причины не идти в перемены хотя болезнь это сигналы куда надо идти я ищу сигналы куда бы мне идти и пока типа я в поиске этих сигналов я в перемены не пойду вот я пока прикрываюсь что я типа ищу пока путь хотя этот путь уже вот он есть куда идти но нет я пока не пойду я прикроюсь что мне надо типа в поисках еще по находиться вот то есть куда я идти на самом деле ира знает но она прикрывается пока я не иду в перемены потому что держусь за своего внутреннего ребенка и не даю ему свободы то есть все мужики и все ее знакомые вечно ей рассказывают буквально недавно видео ира записала о том что ребенка не было полдня дома он не отвечал на звонок у папы паника ребенок в лондоне папа в турции он звонит короче в лондон ищет всех знакомых чтобы к нему пришли нашли полдня человек просто на телефон не отвечать но загулял ребенок то есть настолько мужик держит вот этого сына в тисках они в разных странах и он ему ну блин вдохнуть не дает то есть перед отцом ребенку надо отсчитываться каждые пять минут так вот она своего внутреннего ребенка тоже в таких тисках держит это что значит внутренний ребенок это вот это мы дети с вами вы дети то что мы выросли во взрослых это не значит что ребенок наш испарился маленькая нелли маленькая ира маленькая вот саша петя вася кто вы там смотрите да ваши маленькие дети внутренние они как были просто у них больше лет стало больше опыта больше знаний там ум оброс ситуациями информацией но вы как были детьми так вы и остались но вы свою любознательность туда прячете и не разрешаете вот этой легкости детскости любознательности интереса идти в новое познавать как дети то есть мы чем больше информации узнаем тем больше боимся что-то делать и вот и раз своего маленького ребеночка своего себя то есть маленькую себя на свободу погулять в мир не пускай то что он опасный а и опасно из-за того что куча знаний там машину собью там это дети же еще не знают что машины могут сбить они везде гуляют они же не знаешь боятся ничего а то мы боимся за них а поэтому не отпускаем поэтому я его и не отпускаю своего ребенка что я боюсь а вдруг там что а он-то не боится он хочет свободы он хочет познать мир по новому я попробовала дальше что читать да я не даю ему свободу на этом уже дам еще дома мы сейчас даем я попробовала не найти пойти в свои желания но у меня лимит действий на ресурсы и на действия даже когда я вижу что у меня есть возможности у меня все равно на них лимит и я такая игра ну вот понятно я давай купим для суши зеленая водоросли водоросли я говорю давай купим она только ну блин они такие дорогие кафе идем платим 3 дорого на водоросли деньги пожалела тут она всю неделю хотела себе купить жилетку белую ей 200 лир блин не скинули ну ё-моё мне скинули 200 я еще хотела короче она зажала на себя деньги и не купила что она хотела и вот с того момента все и началось она все время себя во всем ограничивает то есть ограничение в своих желаниях вот у нее есть желание там что-то поесть такой недорого не буду я там 3 клубнички куплю вот килограмм нет пример ну к примеру нет это не так примеру на других фруктах так хотя до приезда сюда я вообще себе не рассказывала сейчас она и все и мне все так приходилось все блин да включила страх перед новым годом включила этот страх то есть вот прям мужик ей прямым словом пишет да я конечно попробую найти ресурсы деньги отослать тебе но я в этом не уверен хотя как бы возможно есть возможности но я вот как бы вот вот не пришлю и вот и на себе и говорит то есть я попробовать да найти смогу желание возможности и даже говорит у меня есть возможности но как бы я ограничена в ресурсах хотя ресурсах она не ограничена вот она же их сама ограничивает линии просто зажала вот до меня сейчас доходит я зажала вот эту водку пить себе и все я и так хотела вы не представляете я ходила 4 дня не только в этом если я просто говорю что она мне очень понравилось я ходила 4 дня мне уже просто стыдно они мне не скидывают 200 лир и все не скидывают мужчина это наша мужская энергия мочь делать то есть она не дала себе естественно ей мужики не дают вот если она себе бы позволила ей бы мужики позволили как еще по-другому дальше что я могу найти а что я могу у меня есть возможности пойти в любые перемены то есть мы просто дословно переводим текст я просто перевела он на я ты на я деньги словом перемены и читаю просто вот все что она читала слова слова что я могу я могу не есть возможности я могу пойти в любые перемены я всегда Но я всегда найду причину, не идти в эти перемены. Хотя что? До этого. Хотя до этого я себе говорю и обещаю дать себе этих перемен. И лично поучаствовать, дать себе внимание, увидеть себя. То есть я себе это говорю, обещаю. Есть возможности, есть ресурсы. Но нет. Я найду причину, чтобы этого не делать. Нашла причину. У меня же были деньги купить. И для меня это не было дорого. Вот зациклилась на этом и все. Скидку ей не дали. Скидку мне не дали, но не дали, которую я захотела. Офигеть просто. И я потеряла желание. Мало того, что я желание свое потеряла, не приобрела себе. Еще и перед Новым годом, когда все желания сбываются. Вот прям, ребят, перед этими праздниками, перед днем рождения никогда себе вообще... Еще и днюха у нее. Да, не отказывается. Период обновления. День рождения, это же период обновления. Как раз-таки из Турции надо выехать в этот период. И как раз обновление. Вот тут девочка пишет, да, то, что... Где она тут пишет? Еще раз. Девочка, которая там живет, в Египте, сказала, что все там нормально. Вот перевожу. Я прекрасно знаю, что все нормально. Просто желания нет уйти в эти перемены. У меня есть причина, они важные. Вот. Я прикрываюсь. А дальше вообще прям интересно. Там про маму. Мужик прикрывался больной мамой сначала. И поэтому не высылал деньги. А теперь мама и вовсе умерла. Я говорю, кто для тебя мама? Вообще, кто для нас мама? Мама – это начало. Начало всех наших желаний. Начало-начало. Начало проектов. Начало каких-то действий. Начало отношений. Начало бизнеса. Начало работы. Начало любых действий и работ. Мама – проектор любого начала. Я прикрываюсь своим началом, которое мне сигналит, куда идти. То есть из начала всегда вырисовывается путь. Сначала идет точка начала, а потом идет путь развития. А Ира прикрывается. Мое начало сигналит мне путь. То есть мама болеет. Болезнь – это сигналы тела, куда мы идем не туда. То есть мое начало сигналит мне путь, куда двигаться. Что я не иду в перемены. А теперь мое начало умерло. То есть расшифровываем. Она себе говорит, душа ее, Ира, твое начало умерло. Это значит, что по-старому больше не работает. Старый бизнес не работает. Старый… То, что было раньше неэффективно. То, что было раньше неэффективно. Быстро становится неэффективным. Любое начало… Вот вы начали… Давайте вот вам сейчас скажу. Начали какой-то бизнес в прошлом. Он приносил дофига денег. А вы сейчас спрашиваете, Нелия, почему сейчас этот бизнес не приносит денег? Ну, поначалу же он приносил. Поначалу… Кто там в 90-х сетевым маркетингом занимался? Мы клеили объявления на остановках. Помните, да? Бумажные вот такие вот. Но если тогда они были эффективными, то сейчас они неэффективны. Сейчас уже век искусственного интеллекта, интернета. Ну, явно не бумажных вот этих носителей на остановках. А вы цепляетесь за прошлые правила, которые вот вы установили с самого начала. Типа вот, вот, ну, тогда же работало, значит, и сейчас я это буду делать. Так не получится. Начало вот для Иры точно умерло. Что все, что она делала раньше, не может быть эффективнее. Потому что мир постоянно развивается, и нужно все время привносить новые технологии в работе, в бизнесе, в отношениях. То есть то, как она себя чувствовала, там, допустим, в отношениях и вела себя, уже неэффективно. Ей нужно уже по-другому перестраиваться. То, как она там делала маркетинг, ей уже не работает. Тоже надо по-другому. И у вас такая же фигня, если вы это смотрите. Так. Ну, там все, да, поменять даже? Вот кушать, если там готовила. Что-то по-другому. Болосы там одни носила. Ну, да. Здоровая еда, допустим, в прошлом была эффективная. Сейчас эту здоровую еду надо пересмотреть. Уже, может быть, она не такая уж и здоровая. Может быть, сейчас... То есть во всем начать, пересматривать, да, что мы по-старому делаем и не меняем. То есть не надо держаться за начало. То есть мама умерла в прямом смысле этого слова. Начало. Мама это начало. Ужик говорит то, что все, мама умерла. Но ты, Ира, прикрываешься умершей мамой, умершим началом до сих пор. У меня утром знакомых умерли мамой. Мне сегодня, кстати, куча людей тоже написала вопросы на ютюбе. Почему у меня один человек умер, что второй человек умер, третий? А это потому, что вам надо обратить внимание, то, что все, что было раньше, оно умерло. Любое начало, которое было у вас там, по старым правилам уже не работает. Нужны новые правила. Старые методы в любом деле, отношения, деньги, любовь не работают. По старому денег уже не заработать. Новые шаги, новые двери, новые технологии, новые возможности. В 2024 году начало стало концом. То есть начинаем с конца. Технологии, источники дохода, бизнеса, людей, возможности. Все ищем заново. Все, что ты делала раньше, ничего не работает. То есть он мне прямым текстом говорит, она себе прямым текстом говорит. Все, что я делала раньше, не работает. Как я вела себя в отношениях, уже неэффективно. Как я вела себя на работе, уже неэффективно. Я дружила с этими мужиками, уже неэффективно. То есть все неэффективно. Старые способы не работают. Надо делать то же самое. Это не значит, что все, мы теперь не работаем. Если раньше работали, то теперь нет. Если мы раньше были блогилками, теперь нет надо делать то же самое но просто новыми способами с новыми технологиями вот начало стал концом что там следующая до разбираем ситуация с алкоголем ситуация с алкоголем как придурочки себя ведем надо вот так вот понимаете и по с алкоголем и моим знакомым вот все напились это я пишу мысли вот все напились мой друг пошел спать и его друг начал ко мне приставать видя что я нетрезвая это значит он не уважает своего друга раз так поступает мне неприятно эта ситуация и я еще я еще забыла у друга очки от солнца но они от солнца на них такие как прозрачные теперь думаю как забрать очки потому что мне стыдно за его друга за его друга за поступки его друга я после этой ситуации болела рвала болел желудок голова состояние отвратное состояние отвратное уже третий день для 3d и щас еще там будет 3d ничего такое это спассивая что такое впечатление что мир остановился и все мне это показывает и все мне это показывает и всем не так и всем не это показывает отказывают хотя знают что у меня через три дня день рождения и тут тройка видишь 3 дня мне плохо было и через три дня типа день рождения расшифровываем в один в один вот этот текст я могу даже не читать то что я уже переписала мы просто заменили слово он на я то есть ситуация ситуация с алкоголем и моим знакомым то есть все напились что напились ушли в неосознанку то есть с осознанностью ушли когда человек пьяный он не осознает ну мозги уже не так работают друзья друг это мои действия это я это мои действия мужская энергия делать так что я просто сейчас переведу текст а потом полностью прочитаю чтобы было так понятно он начал ко мне приставать ну то есть это я начала себя приставать и я пытаюсь себя насиловать я себя сама насилую каким-то образом вам никто не насиловал но это порядка переводим это значит он не уважает своего друга это значит ну я себя не уважаю конечно же блин вот все переводим мои желания и действия ушли в неосознанку в неосознанность когда я ухожу в неосознанность мои действия неадекватные я пытаюсь сама себя насиловать не уважаю сама свои поступки и свои возможности я не уважаю их вниманием то есть не уваживаю их вниманием то есть я свои поступки не наблюдаю что это я делаю причина типа не во мне это вот все какое-то левое мне неприятны ситуации которые я создаю своими желаниями ну поэтому я не хочу туда смотреть я забываю видеть в этих ситуациях неосознанно творит что-то и потом за это стыдно хотя надо просто развернуть к себе эту ситуацию подумать а что это мне она показывает где здесь польза где здесь опыт получать где здесь мой рост ну и чтобы тогда было нормально но и даже стыдно посмотреть то есть мне стыдно туда смотреть стыдно за свои поступки душе стыдно за то что уму стыдно на самом деле есть стыдно не из-за ситуации а душе стыдно блин какого хрена ум стыдится проявлений которые ей нужны по сути опыт получить она просто как бы в игру играет и просто проходит в какой-то уровень на котором ей нужно просто понять чему не тут надо научить она учебник как бы читает в картинках участвует в 3d я забыла там свои очки чтобы заглянуть в себя они через стекло когда я оставила там очки забыла оставила чтобы она ты уже переводит я забыла там свои очки то есть очки это то что через стекло мы на мир смотрим чтобы я не на мир смотрела через очки а чтобы я заглянула в себя в себе когда я не осознаю мое тело показывает отторжение неосознанность я не расстанавливаю в это время я от себя отказываюсь хотя я знаю что я сейчас просто обновляю все у нее же период обновлении в египет надо ехать просто перед обновлении не надо принять этот период что старое не работает это больно как это все рушится но именно это и рушится чтобы ей показать что это не работает она не не может никак признать что старые правила которые были для не эффективны они уже не работают и придется через боль понять что старое не работает или она по-прежнему будет делать эти старые действия не идти в перемены своим то есть для чего я хочу молчать и не идти в перемены на себе прям такой вопрос написала у меня просто сейчас период обновление обновление это через три дня день рождения ну это я тогда написала через три завтра то есть я что с ириной сейчас какой посыл хотела сказать что бы с вами не происходило самого идиотского больного страшного непонятного это очень круто потому что в эти моменты да у вас какой-то период обновления вам просто нужно из этого извлечь опыт обратить на это внимание не перекладывать ответственность на то что эта ситуация от меня не зависит от того что это что-то вот они там такие плохие петрушки там приставали ко мне или денег не дают нет это я это создаю для того чтобы увидеть себя со стороны и увидеть да как я поступаю с собой что не хочу чему я сопротивляюсь а у нее сейчас период такой когда она ходит тут он ходит в знак водолея 20 лет трансформации то есть у нее сейчас период начинается полного обновления что ничего старого не работает а плутон он еще такое знаете он вот если даже но он настолько сильный что если даже не нравится твоя перемена он все равно это уберет потому что он он видит что это тебе не нужно и он это уберет как бы ты не хотел но потом через время ты на эту ситуацию посмотришь скажу как хорошо что у меня этот там забрали тогда если бы не забрали меня сейчас этого не было то что я имею поэтому он все равно уберет то он видит то что вам не нужно он уберет просто был так клещами вцепились за то что нет я там хоть мне это не надо мне это нужно старенькая ну там про бабушку сюда нужная образно говорю вот но он все равно заберет это у меня сейчас 20 лет этого плутона было 15 у тебя а у меня офигеть как много зарабатывать как раз первая моя книга была владимира синельникова сила намерения и у меня просто такие чудеса поварились потом я сделала начала читать у меня там все я начала открывать бизнес за бизнесом машины оформлять загранпаспорта агентство недвижимости сетевая компания офисы короче юристов посадила который мне процент я короче деньги делала из воздуха на всем каждый день новая мутка из воздуха мы сейчас ходим воздуха эра водолеев в воздух уходим на 20 лет вот такие были трансформации и я весь этот год 15 лет год плутона творила из воздуха все вот что вот я просто не представляю сейчас даже то что я творила из воздуха и у меня просто на меня сыпалась все что не пожелает а тут плутон у меня уходит и начинается плоды то есть оказывается я так думала что плодородные вот эти 15 лет у меня были но настолько плодородные во всем оказывается что это только семена сеяла я просто не представляю какой сейчас будет рост а естественно если с этим буду делиться чем больше у меня тем больше я могу этим поделиться конечно тысячу раз больше у меня уже этот год начался я просто в шоке я посчитала что с какого 12 мая снова в день рождения мы начали считать деньги сколько мне стало приходить уже за полмиллиона переваливаю не просто неделя неделя 12 января все что хотите любые желания будут исполняться вот у иры сейчас период обновления и вот она входит как раз а когда входит потом утончик завтра 21 вообще на мой день рождения 22 но некоторые пишут то есть у тебя все разрушилась чтобы ты больше назад не оглядывалась чтобы ты больше не смотрела на все старые поведенческие паттерны вот эти вот чтобы ты не опиралась на старые правила в любых сферах жизни чтобы ты спасибо себя по другому чувствовала и и всегда помнила что больше это не работает я так себе вести уже не буду у тебя в период вот этого обновления слишком огромные перемены да вот мы тебе перевели огромные а ты боишься даже в астрологии вот этот плутон он все равно заберет но если ты будешь сопротивляться вот нет и все не отдам не буду идти там в новое там если ты кто он с потерями это заберет то есть если ты примешь эту ситуацию да я принимаю все вселенная там например для меня лучше бы дать для меня что не происходит без машины он ее заберет она не знает есть если я приму что я принимаю все что не делается все это для моего благо да и спокойно это принимаю да это это заберется то есть во благо мне а если буду сопротивляться не отдавать но он все равно заберет только еще больнее еще что-нибудь заберет понимаете а как избежать чтобы принять все что нет это понятно вот я принимаю пускай он то будет забирать то забирает то забирает как избежать компенсанторика слова не могу выговорить компен компенсации мы просто слишком много говорили с ней три часа без умолку у меня уже язык просто заплетается компенсанторика компенсация стыдобата вообще даже выговорить слова не могу когда она будет больше давать сама отдавать забирается вот только вот начинает забираться ты забирай забирай не будет хорошо сейчас 10 раз больше так надо она видит что машина не едет вот все она с легкостью и отпускает продает как раз она поедет продавать вот у меня и вернется больше чем то сколько она и мне надо принять вот к чему да все сейчас рассказываем мне нужно принять сейчас в это обновление мне нужно принять эту вот принять а я ее не могу корректории ну принять эту ситуацию принять а я сейчас борюсь вот вот принять принять эту ситуацию а я сейчас борюсь вот я злюсь на людей да на этих она ходит не болею из-за этого мне надо принять эту ситуацию все фух ну значит так надо это для меня отказали хорошо значит мне что-то другое круче новое придет вот вот так из благодарность мишку раз вот с благодарностью это принять что блин спасибо что отказаться и придет да мне такая новая прекрасная просто смотри вот тебе бы сейчас навалили бы три мужика денег что бы ты с ними делала что песни не делала напишите пожалуйста чтобы я с ними копила гуляла покупала бы себе платежки а сейчас она новый проект будет делать 1 2 у нее уже там youtube начинается она читает знаки я все время спрашивает а что мне это что мне это чтобы для себя сложно читать конечно вот и следующее видео сейчас хочу записать кто смотрит не пропустите его прогноз на 2024 год для козерогов потому что я до козерог я уже все знаю про этот год и тот кто козерог я бы с вами поделилась если вам интересно смотрите дальше подписывайтесь на мой канал потому что интересных всяких вещей что блин могу рассказать просто новейших масса вот ящик буду потихонечку вам по чате ложки выдавать этого по столовой пока не научитесь есть нормально козероги у нас все знаки у всех знаков есть все знаки они есть просто смотреть в каком доме этот знак вот она про козерога будет козерогом говорить а все люди тоже могут смотреть в каком доме у него козерог допустим и тоже сопоставлять есть долг там семья не 2 2 2 2 8 по моему это деньги 2 10 вот 4 до 7 я там сидела ну в общем расскажет она вам все подпишитесь обязательно оставляйте комментарии также не забывайте прочитать мою новую книгу про деньги которая произвела такой фурор я не ожидала я еще в издательство июня отправила вот я думаю что бестселлером он точно станет потому что я сама офигела я не могла написать причем я начала ее писать в начале прошлого года когда в январе села такая думаю так вот у меня старая книжка на 18 страниц из них 10 текста и потом 8 страниц просто рекламка отзывы ну то есть вот просто вот маленькость книжечка я думаю добавить в нее примеры добавить долгов и так далее год садилась но часто садилась да и мне не лезла вот ну не лезла и все а тут я прежде присутствовал не рада я села и просто не могла остановиться и и и прыщи вообще такое происходило при написании все я и гули зубы здесь все было инвалиды ну помнишь да 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 ну вы видели все эфиры это вообще круто было причем я посмотрела что вот этот период написания книг это был мой период для козерога асцендент скорпиона у меня и что по скорпиону я как раз таки именно в этот период только книжку могла написать именно весь этот год можно было даже не стараться не пытаться что у меня вообще бы и не могло вообще случиться и она должна была случиться у меня декабрь начало января и вот он вот так она ушла вот так она случилась я просто переживала весь год из-за этой книги просто зря вот и не надо переживать надо отпустить ситуацию она случится вот с легкостью значит это так надо будет лучше его случилось лучше целый год не могла если бы я выдала раньше только как я ее задумала то есть книга вышла совершенно не такой не по плану ко мне пришла совершенно новая информация в декабре которую надо было изложить не она старая но я изложила совершенно по-другому с другим взглядом старая по-новому старая по-новому да и помните у меня недавно был прикол я рассказывала мой дневник где я читала что помните мой слоган посмотри что делают люди не делай этого и мы сыро сидели я думала как это старое вытащите делать по новому и пришла к тому что опять смотреть что делают люди но не делать этого надо слоган по новому сделать может быть еще какие-то способы там моей работы а на самом деле нет у меня пришел новый слоган сегодня вот сыра писали просто в шоке было я тогда не додумала посмотреть что я делала раньше и не делать этого вот какой новый теперь слоган теперь то есть только по-другому нужно идти старое делать все что делала до новыми способами вот не делать по-старому то есть не на людей смотреть а на себя то есть то что я делала по-старому не делать этого правильно ходила в штанах надо в юбочке ходить да я же хочу платьишко купить и переодеться короче стайл поменять она же ходила она так и будет ходить но только по-новому как задом наперед кстати очень полезно спасибо ребят в общем я этим примером хотела сказать что можно любую ситуацию перевести на себя берете выписываете ситуацию например муж пьет каждый день лежит на диване не работает ребенок не убирается мусорит я заколебалась ходить убирать за ними всем готовить работать пошел как лошадь денег нету что делать зубы сыпятся вот вы это написали вот потом пишите а что я чувствую при этом вот муж такой сикой не вот мне лично до больно мне стыдно мне страшно я не понимаю и начинаете расписывать алкаш не стыдно с ним на улицу вы не стыдно что он вам говорит что муж на это отвечает когда вы говорите на учет и вот опять лежишь вот что ты пьешь какие у него отмазки какие отмазки у ребенка который все это закидывает и дальше берете новый листочек и переписываете вычеркиваете муж он она дети и пишите я я я и читаете для себя этот текст но надо будет еще слова перевести на при слова деньги заменить на перемены слово дом заменить на мой комфорт например то есть попытаться каждое слово перевести на чувство то есть работа это просто способ обмена информацией способ обмена энергии любая работа ну там на дядю до диван это выпускать диван будет диван окей то есть это я лежу на диване тут нет метафорические чтобы это обозначало как это я вижу я же физически не вижу но не даша душа лежит на диване да как она лежит что это за чувство то есть вам вот так нужно будет это все перевести прочитать и будет понятно что вы пытаетесь себе сказать вот это и есть ваш опыт который вам нужно осознать это нормально вот если будут вопросы извините не на все отвечаю выборочно когда есть время то есть а то многие обижаются вот я писала писала вопрос типа не ответила вопросов много по ситуации есть время что-то заинтересовала записала выгрузила нет времени ну как бы извините вот как-то где-то по ходу в эфирах все равно проскальзывают все эти же одни и те же вопросы что прощаемся нет поговорим до свидания до новых встреч друзья пока пока